В Рио губернатора края Наталья Жданова отправилась в Шилку. В рамках рабочей поездки она осмотрит местные дороги, отремонтированные за счет средств регионального дорожного фонда, а также дома, построенные по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Более пяти тысяч забайкальцев прикоснулись к мощам Матроны Московской за время пребывания ковчега в Чите. Приложиться к мощам можно ежедневно с 7.30 до 18.30 до 17 апреля. Хозяйством Забайкальского края перечислено 155 миллионов рублей господдержки. Почти 74,5 миллиона пойдут на производство продукции растеневодства. Художник стрит-арта Алексей Крючков подарит Чите гигантское граффити. Готового эскиза у него пока нет, и поэтому художник обратился к забайкальцам с просьбой предлагать ему идеи. ТКК-14 оценила свою работу на аварийных участках этой зимой как замечательную. Проблемы начали решаться быстро, любую аварийную ситуацию удавалось решить в течение дня, сообщил директор филиала. У администрации Читы общественники вновь устроили одиночные пикеты. Люди продолжают выступать против строительства храма в сквере МЖК. Конституционный суд России рассмотрит вопрос о законности системы Платон. С жалобой обратились 92 депутата Госдумы от фракции КПРФ. Они полагают, что плата через систему Платон противоречит налоговому кодексу. В Забайкальском крае появятся почетные звания заслуженного артиста, учителя и врача. Такой закон приняли депутаты краевого парламента в первом чтении. 24 сентября в крае будет отмечаться День памяти забайкальцев, погибших при исполнении служебного долга. Именно в этот день, 32 года назад, в Афганистане, прикрывая товарищей, погиб младший сержант Сергей Токмаков. Ровно через 26 лет, 24 сентября 2010 года, совершил свой подвиг матрос Алдарт Демжапов. Житель Краснокаменска Владимир Дашиев записал и отправил президенту России видеообращение с просьбой помочь малому бизнесу, который, по его словам, нуждается в защите от чрезмерных проверок.